Девушки отдыхают 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 тоже у этой команды имеются, то есть на топ сколько-то там. Но если топ-10 мира будет, это уже неплохо. Но то, что в Европе это одна из сильнейших команд, это не обсуждается. Победители Старладера последнего, призеры еще нескольких турниров. Короче, Империя по составчику сейчас ой-ой-ой, какая сильная. Вот, собственно, ой-ой-ой в прошлом матче от GameOnline мы увидели. Не было понятно им вообще, что делать против своих оппонентов. Вроде бы и ТА против СФ на миде. Это так просто, так легко. В итоге Resolution вообще пошел в какой-то невменяемый фарм. Там Walks Wall Street начался. Непонятно вообще откуда у него деньги стали появляться. Ну и Resolution Оскар, конечно, не получил в конце игры, но и бомжом не остался. Resolution нормально отыграл. Silent тоже на Брюмастере играл. На этой игре Ember Spirit один из можно так сказать детей Брюмастера. Огненная панда, которая стала более чем самодостаточным персонажем. Теперь Silent у нас играет на Ember в легкой. Помогает ему Always One Offline. На сложной стоит Йоку. Йоку, несменный оффлейнер команды Империя. Ну и Aloha Dance у нас в миде, я так понимаю, со скиллом решил, должен разбираться вместе с Resolution. У Resolution Койлы уже в два вкачаны. Значит, есть возможность загонгать. Ну, тут все, в принципе, зависит только от Шейкера. Выходит у нас Амамент на Абадоне на мид. Зачем ты идешь сюда? Что ты собираешься сделать? Непонятно. Амамент просто дал один Койл и ушел. Все просто. Не стал вообще ничего выдумывать. Просто дал Койл. Так, у нас заходят в спину Кевки. Полетел Poison Touch. Кевка Кевка через Firefly уйти не может. Еще пять секунд. Но здесь Always One Off Life соло Кевку может разобрать. Еще два бы удара и Кевка мог бы отвалиться. Ну и опять же не было Сайлента. Сайлент фисты пока не качает. Идет через Flame Guard и через Чайны. Собственно, драться он с Бэтрайдером вообще здесь не собирается. Бэтрайдер у нас взлетел. Будет настакивать, наверное, Always One Off Life. Есть Poison Touch, есть подхил. Можно вообще остановиться и подраться. Но здесь шесть стаков, семь стаков. Чайны пошли по Кевке. Кевка умирает. Но, конечно же, первым умирает у нас Always One Off Life. First Blood для Бэтрайдера. По золоту он немного поднялся. Ну и вообще вся команда немного поднялась. Но это действительно несущественно. Один в один разменялись. M4LM. Blade Fury есть. Два плюса имеется. M4LM у нас как по гайду. Йоку стоит спиной к спине. К М4LM. Никто никого не бьет. Никто ни на кого не агрится. Сразу же от Зероджи пошел Ice Pass. Здесь Йоку, в общем-то, вывозит всю эту ерунду без проблем. M520 у него на руках. Кто у нас здесь? У нас в момент собирается курицу убивать. Какой хитрец, а? Давайте посмотрим, будет ли курица и будет ли килл. Этот момент отсюда уходит, потому что сам боится курицей стать. Тут в любой момент Vision, если появится, можно будет его разбирать. От первого левела об аддон 1 дефа, 500 хп. Ну, это вообще не показатель. Resolution с нескольких койлов должен разбирать его. Опять бросил койл и ушел. Да что за подлец это там момент? А момент какой-то партизан, я не знаю, партизан дот и террорист киберспортивный. Просто подошел, просто дал койл в Resolution в очередной раз и ушел. Какой-то плевок из трубочки с жеваной бумагой. M4LM практически собраны в фазы. Есть, если что, Boost of Speed. Имеется Blades of Attack. Тут вопрос половины минуты насобирать еще на одни блейды. Так, погоня пошла у нас за кевкой. Чейный поймал у нас кевка. Silent его разбирает через Flame Guard, через чейный. Очень быстро насыпается у нас Batrider. На данный момент у него уже стата 1-2. В общем-то, все, что вы видите на карте, все это так или иначе связано, я имею ввиду показатели счета, это так или иначе связано с Batrider. Оффлейнер команды Game Online в общем-то, в центре событий. Кевка опять наплевывает по Silent. У Silent нет маны ни на чейный, нет маны на Flame Guard и пока что не будет. Aloha Dance выходит. Надо попытаться поймать кевку. Есть ли чейный? Нет, чейный нет. Еще не будет 30 маны. Но здесь есть Always Wanna Fly с пользой тачем. Ладно, кевка уходит. Загнали у нас Йоку уже за Тауэр. Команда Game Online решила брать все в свои руки. Триплой зашли за Тауэр. Начинают пушить. Что у Джакира, кстати? У Джакира Liquid Fire в макшен. В два прокачан. Healing Guard имеется. Сюда еще и скилл подходит. Будут пытаться забрать Йоку. Но должны цеплять Йоку. Почему не цепляют? Чего ждал у нас Джакира? Неясно. Толком неясно. В любом случае Тауэр для Game Online первый отлетает. Забирает его Джаггернау. Тут еще была попытка о том моменте. Я бы не удивился, если по моменту. Просто подошел и наодинокого забрал спокойно Тауэр. Сис. Покерфейсом ушел бы из этого файта. Он, по-моему, вообще парень, который определением никаким не поддается. То Сэфу плюнет в лицо, то Тауэр. Ну, не украл, конечно, это все моя фантазия. Что, у нас здесь Кевка по лесу гуляет, забирает стаки, которые не для него делались. Это все для тебя разве было, Кевка? Кевка ловит поезда на так. Надо пытаться его прицепить. Сайлент уже здесь. Чейны пошли, но Кевка разваливается. Дазл забирает очередной фраг. Очередной первый фраг. Дазл один раз умер. Один раз убил. Резолюшн наконец-то подошел к стакам, которые делались либо для него, либо для Йоку. Но Йоку пока с софтлейной не уходит. Йоку и так себя нормально чувствует. Зачем ему вообще ходить куда-то по лайнам? Йоку гоняется за машинками. Здесь The Roger один остается, а где же все остальные? А момент по смокам. M4LM под смоком. У него пока еще нет Omnislash, а пятый левел. И мультиспауны для резолюшена. Что там по мане? Банка есть. Резолюшен, я думаю, три стака крипов забирать. Да, резолюшен, конечно, фармит очень круто. Приятно наблюдать за этим. Действительно, редко, что у этого парня не получается. Так, здесь у нас напали на Always Wanna Fly. Грейв есть, но Грейв не успел заюзать у нас. Даззл, непонятно, зачем было бегать, если ты понимал, что все равно умрешь. Ладно, один в ноль гейм онлайн подрались. Пока что в свою пользу. здесь втроем плюс. Здесь есть Хилингвард. Можно разорвать из Сайлента. У Сайлента шестой левел есть, Ремнант тоже имеется. Сайлент уйти, если что, отсюда сможет. Готовится выход у нас на команду Империя в лесу. Впереди идет Хилингвард, все чекает, М4ЛМ сзади, а момент тоже недалеко от него, ну, расходятся по лайнам. А сколько здесь спаунов сейчас будет? Еще один спаун. Что вообще тут по крипамам? Стоять негде. Так, два сатира огромных. Это два спауна. Тролль один большой. Это три спауна, четыре спауна. Четыре спауна. Две пачки сатиров, пачка троллей, пачка кентавров. Резолюшн МП будет собирать, или он все и скиллу отдаст? Тут и скиллу в принципе на один рассказ, но максимум на два, тем более со скоростью КД. А, Йоку здесь решил все разобрать. Йоку очень просто все разбирает, тем более, да, Йоку действительно необходим даггер. Чем раньше, тем лучше. Сейчас у Йоку было 600, когда он подходил и уйдет отсюда, я думаю, 1300 будет. Резолюшн, в общем-то, и на миде свое соберет. Да, у Йоку 1200 в итоге по голде. 600 на ровном месте, даже чуть-чуть больше. 3-2. Игра немного устаканилась, команды... Команды-команды стали поспокойнее. Зероджи уже отправляется на сложную фармить. Постепенно то там, то там, ну, так по чуть-чуть где-то, гляди, Нетворс себе насобирает. Не, неплохой. 1700 у Зероджи Нетворс. На первом месте Сайлент, на втором месте Резолюшн. То, о чем я говорю. Резолюшн, в общем-то, без фрагов, но всегда держится в топе. С-скилл на четвертом месте, опережает его М4ЛМ. Джаггернаут отправился у нас фармить в лес. Есть фазы, скорее всего, скоро появится Мом. Зероджи со моментом готовы дефать свой Тауэр, но никто туда, собственно, пока и не идет. Ну что, можно цеплять у нас Зероджи, можно цеплять. Есть чины, фистау, конечно, нет. М4ЛМ очень сильно проседает по ХП. Зероджи тоже у нас нормально получает, лежит Макропира. Сайлент врывается дальше, Даззл в итоге забирает Зероджи, а М4ЛМ в ответ забирает главного фармящего парня команды Эмпайр. Один в один разменялись, но Джакера разменять на Эмбер Спирита это не лучший показатель. Алоха Дэнс уходит у нас кусты, а момент пошел за ним, Фисура лежит, тотем имеется, надо попробовать забрать через тотем, да тут и так забирается у нас момент, но приходит Эскилл и через Драгон Слейф забрали у нас Алоха Дэнса. Йоку тоже огребает очень сильно, еще один Драгон Слейф и даблкил для Эскилла. Нормально, 5 в 5, хорошо подрались. Наконец-то у нас пауза, можем посмотреть у кого что по вещам появилось. Только что у нас погиб Сенкинг это Йоку из сложной. У него 1500 на руках, у Дазла 838, скоро будут Аркан Буци у Сефа. До Мекки еще порядка 1000, у Шейкера ничего нет, но может быть что-то в курице. Да, Лоха Дэнс имеет Сол Ринг в Куре и у Эмбер Спирита есть все для барабанов, осталось до рецепта насобирать 700. Так, у Лины что же это будет? Ну это скорее всего Юлда тарит. У нас С-Скилл 1700 на руках, пока что ничего не покупает. У Бэтрайдера 1000 на руках имеется, но тут скорее всего будет выход в Даггер, пока что рановато тратить деньги Бэтрайдера суть цеплять через лассо и по Файерфлайу возить к своей компании. У Джакира имеется Транквил Буци, уже неплохо, у Абадона ничего кроме Бутс оф спид и кроме Стаут шилда, ну и Джаггер тоже в общем-то выходит в барабанность, но у него поближе барабаны, чем у Эмбера. По Нетворсу М4ЛМ повыше, чем Сайлент на 500 голды. Готовы цеплять, наверное, Сайлента, М4ЛМ уже близко, фейсбуцы имеются, можно будет подраться. Так, у нас цепляют здесь Сайлента, Сайлент под Ликвид Файером, Ай Спасом перекрыли дорогу, но никуда Сайлент не собирался, ну и уж точно не в ту сторону, М4ЛМ, он не слэша нет, но может под Блэйд Фьюри у нас разобрать Овэйсу на Флайе, Овэйсу на Флайе разобран и так, без вопросов, через Лагуна Блэйд. Эскилл начинает хороший экшен показывать, показывает, 3-0-0 у него счет, 1300 на руках, значит, Юл летит. Нет, не летит Юл, что, куда деваются деньги? Куда ты деваешь деньги? А, ПТ, да, тапок прогрейдился до Пауэртретс у Эскилла. Начинает гореть Т1 по низу, дефать, в общем-то, наверное, нечем, хотя есть чем, дефать, прилетает сразу 3 игрока, сразу 2, точнее, игрока команды Империя, Йоку здесь, Йоку горит очень прилично, у Зероджи есть Макропира, под ноги Йоку, Сайлент влетает у нас на Эскилла, у Эскилла практически нет маны, подкоп уже готов, Эскилл отъезжает, даблкилл от Йоку, ну и здесь Зероджи разбирает. Always Wanna Fly и Йоку, вот кто здесь насобирал фрагов. Видим, что Йоку 715 поднял, Always Wanna Fly тоже 318 поднял. В итоге 2000 графики в пользу команды Империя. Сейчас обновится, мы все с вами увидим. Хотя здесь, опять же, здесь Тауэр упал для Game Online. Может быть, примерно так же графики будут оставаться. Ну, немного, немного Империя подняла в этом файте, где-то порядка полутора тысяч, да, преимущество имеется. По Экспириенсу за 3 перевалили. Империя дерется, в общем-то, на равных. Не могу сказать, что чувствуется какое-то преимущество Game Online или чувствуется преимущество команды Империя. Ничего такого, просто кто-то удачнее реализует в одном моменте свой пик, кто-то удачнее в другом. Перед этим мы видели, как Империя втроем рассыпалась, когда пришел S-Skill. На данном этапе S-Skill умер. Импайр практически в полном составе, осталось только Resolution подойти, но вот Resolution есть Мека, можно начинать драку. Для этого-то и подходили. Т1 будет падать, Йоку у нас через подкоп уходит. Кевку зацепили, Позен Тач в него пошел, Лассо он так и не провязал. Макропира на Сайлента, Сайлент живет. Грейв по нему, Мека по нему, крутейшая ульта и от Йоку крутейшая ульта. Правда, все это пошло в одного беднягу Джакира. Ну как одного, двухголового, значит в двоих. В Джакира это пошло, все. Джакира, конечно же, не вынес такого внимания. 4 в 0 подралась Империя, S-Skill отсюда убежал. 4 в 0 без ответной фраги. Дабл килл от Сайлента. Ну и также Йоку с Алоха Денсом по одному забрали. Ай, 7 тысяч у Resolution и NetWars. К нему уже скоро будет лететь Яша, как я понимаю. Тауэр падает. У Сайлента 6 тысяч. Дальше идет Лина 5400 и М4ЛМ у которого 5200. Сайлент готов драться дальше. S-Skill здесь рассыпается. Флейм Гвард имеется. Тащат у нас Сайлента. Ремната по-моему нет. Ну Сайлент может и ногами отсюда уйти. Барабаны провязали, надо бежать отсюда. Действительно надо бежать, потому что могут и разобрать. Даггер есть у Бэтрайдера. Нет, правда, лассо. В принципе, поджечь можно. Горит сильно, горит Тауэр. Резолюшн, скорее всего, его заберет. Хрен тебе, Резолюшн Сайлент забирает у нас Тауэр. Зароджи привязали. Зароджи пока что стоит. Фиссура очень удачно легла, но единственное, что не закрыло с обратной стороны у нас Зароджи, так бы разобрали его. В итоге, скилл, который в последнем асфайте не умирал у нас, погиб чуть-чуть попозже. Еул уже практически готов. Осталось насобирать 370 до Войдстоуна. Йоку против Эмфрой Лэма решил подраться. Йоку ничего не боится. Кефка здесь. Кефки есть. Есть у него блинк, но нет лассо. Кефка улетает через Firefly. Курьер Дайер здесь погибает и убивают его подлец Сайлент и Алоха Дэнс. Просто вдвоем стояли, караулили Курьера, безжалостно. Корова и кусок панды развалили птицу. Жуть. Жуткие вещи вообще в доте происходят у нас. 13-6 впереди команда Empire. 7500 по золоту и по экспириенсу тоже около 8000 их преимущества. 14 минут всего прошло и колоссальное преимущество для Империи. Ну здесь разобрали на куски Бэтрайдера. Подкопали Йоку без ульты. Шейкер секундочку. Шейкер тоже был без ульты. Просто фиссура просто подкоп. Просто попутчится и ты об этом знаешь. Так, Сайлент уже имеет барабаны. Есть у него Персеверанс. Осталось насобирать еще 1300 до Battle Fury. Падает последний внешний тавер по мидлейн. Внизу все уже разобрали. Зероджи бежит от Йоку. Йоку через секунду. Какой хитрый Зероджи. Единственная проблема в том, что кастуется Ice Pass в течение 85 часов. Йоку естественно все это видел и понимал. Йоку просто через Sandstorm разобрал у нас Джекера. Но загоняют конечно игроков в Game Online. Игроки Империи. Было понятно, что не относятся они серьезно к своим соперникам. И это неудивительно, потому что соперники для Империи правда не очень серьезные. Во-первых, пик Пуджа. Во-вторых, то, что сейчас происходит, никто никуда не уходит. Никому не надо хилиться. Никто не устраивает драки 5 на 5. Ребята, вы там подеритесь, Resolution говорит, например. Представим такой диалог. Resolution говорит, вы там подеритесь, я если что прилечу на какой-то ближайший Тауэр, постараюсь подойти. Ну не подойду, разбирайтесь четвером. В принципе, так и происходит. Алоха Дэнса здесь цепляют, через Omni Slash Blade Fury, но Алоха Дэнс умирает. Хотя опять же, через Omni Slash еще не разбирается у нас просто так коровка. Джаггер сразу же перешел в Blade Fury, чтобы по таймингу не получить Фессуру. У M4LM 3-1-2 счет. В общем-то, позитивно все. Resolution тем временем забирает Т1 на топе и отправляется на мид. Готовы сейвить свой Тауэр игроки команды Империя. Врывается у нас Йоку, врывается вместе с Эпицентром. Забирают сразу же Бэтрайдера, правда, Resolution забирает Джакира еще к тому же. А, это и есть Джакира, боже, перепутал. А момент у нас погибает. А момента нет шестого? Нет, есть, но правда в КД. Здесь M4LM дерется, M4LM без ульты. Можно гнать его вообще поганой метлой отсюда. Кевка улетает, у Кевки нет маны, ну, блин, не знаю, драки настолько сумасбродные. Да, Йоку, это было великолепно. Давайте повтор посмотрим, как-то вот маловато было. Давайте еще раз посмотрим. Кевка. Замедленно. В кусты класс. Просто классика. Здорово. Все, возвращаемся. Кевка не собирается отсюда уходить, это мое место. Где ты, кстати? Вот он. Вроде бы здесь, а вроде бы здесь. Короче, наплужил я, теперь у меня дота будет вся кривая. Тут вечно будет какое-то облако песка. Что, драка готовится. M4LM выходит на Йоку. Кевка взлетел. Кевка пытается кого-то зацепить, никого толком не зацепить. Разбирают сразу же Алоха Денса. ЛХДНС так и не разультился. Шейкер у нас стал бесполезным в данном файте. 17-9 счет, 740 за одного несчастного шейкера. Что вообще это такое? Почем говядина? Так, M4LM здесь подкоп под него. СФ уже имеет манта стайл. У СФа есть Мека. Есть Ring of Aquila, Power Threads, Bottle, ну все в общем-то. Резолюшн запакован на 18-ю минуту до нельзя. У Резолюшна все хорошо, он уходит еще и вниз фармить. Мало ему. Прям какой-то серьезный бизнесмен. У Эммер Спирита 750 на руках имеется Клеймер, осталось Бродсворд купить до него. После этих крипов как понимаете вообще ничего толком не останется. 250 это одна пачка крипов. Йоку у нас против Зероджи собрался драться. Здесь есть на подхил. Если что, ребята Always Wanna Fly поймали в лассо. Разбирают у нас Always Wanna Fly очень быстро через Dragon Slave. У Алоха Дэнс есть ульта, он готов ультануть, просто соберитесь вокруг. Стоит на месте у нас Алоха Дэнс. Что это было? Алоха Дэнс стоит на месте, отвлек на себя команду, не знаю зачем. Вообще непонятно. Ладно, вдвоем слились. Денег тут наверное да, очень много. 1400 подарили, 508 потеряли. Соло Резолюшн разбирает у нас эскилла. Ну это какой-то дичайший паб начался. Йоку у нас гоняет M4LM, а у него есть Omni Slash, но у Йоку есть Sandstorm, всегда можно спрятаться от Omni Slash. У Йоку уже есть Blink Dagger и есть Forstuff. У Сайлента появляется Battle Fury. 18-11 графики, 10 тысяч золота, 7,5 experience. Вылетает у нас Aloha Dance. Фух, можно отдышаться. Фух, можно отдышаться. Фух, Так, Aloha Dance пока не вернулся. Есть время в общем-то посмотреть где у кого что насобиралось. Какие обновки. Ну, Jaggernaut с Яшей барабанами. Тысяча на руках. У Абаддона. У Абаддона пока что никаких интересных артефактов нет. У Джакира у Джакира имеется урна практически собранная. Главное только сказать. У Бэтрайдера имеется 700 на руках после Даггера. У Лины Йоул 1600 Даггера пока что нет. Но понимаете немного осталось. У Эмбер Спирита так и до сих пор не прилетевшему Баттл Фьюри. Шейкер не в счет. Так Резолюшн видели Даззл Медальон и Арканы ну и Йоку тоже видели. Блинк Даггер Форстаф и 1300 на руках. Пока команды не начинают кому там не лень клацнули по группе ВКонтакте зашли написали что думаете и нажали кнопку подписаться последний пункт действительно подчеркнут это наиболее важный. Канал Ютуб все воды имеются там по Join.MLG Pro League ну и дальше больше разумеется все. Ну и здесь конечно же оставляйте свои лайки под Твичом это абсолютно бесплатно подписка бесплатная нам необходимо это просто как воздух чтобы качество стримов улучшалось. М4ЛМ раскручивается здесь через Блэйд Фьюри просто чтобы его не загнобили тут он толком не дамажил за такое больше наверное сам себя испугался М4ЛМ Йоку продолжает он просто не отпускает у нас Джаггернаута оффлейнер Сэнд Кинг не отпускает мейн керри Джаггернаута даже на своем хайграунде влетел влетел подкопался через Форст Тафф ушел Йоку конечно сумасбродный парень кто там говорил что Йоку я помню какой-то у нас возня в ширинке происходила насчет того что Йоку отправляется в Нави я думаю нет эта информация по-моему фейковая нигде официальных источников я не видел если видите то хотя бы говорите о чем речь идет а бабка надвое сказала это конечно провал я думаю Йоку не пойдет в Нави даже если вдруг предложат потому что Эмпайр на таком плотнейшем ходу до которого команде Нави при всем моем уважении и любви к данному коллективу очень еще долго надо собирать состав очень долго надо сыгрываться и вообще менять в корни все-все-все ну и опять же Йоку играет на Шейкере Йоку играет на Сенкинге вы представляете вы прекрасно знаете что у Сенкинга и у Шейкера есть такая вещь как стан что Йоку делает в одной команде с Габлаком не ясно я думаю Йоку тоже это непонятно Бристлбэком играть по-моему он не умеет у нас опять вылетел на этот раз Йоку вылетел видимо пришло письмо из Нави срочно срочно наливай бросай все приезжай сюда у нас тут Блэк Джек ну отвалилась у нас еще одна часть команды Империя на этот раз Сенкинг вылетает что по драке здесь давайте посмотрим по-моему у нас ярковатая картинка есть что рассмотреть Сэв здесь Сэв здесь просто красавчик две иллюзии подставил сам уходит все это естественно под стан Лины Лина там вообще смешная что с Линой творится Лина сейчас носом клюнет давайте смотреть пора отменили у нас паузу подняли в ветра Импер Спирита закройся Лина погоня пошла у нас за Линой Гоэл скилла надо привязывать чины через 2 секунды фист уже имеется Сайлент наверняка пойдет на хайграунд привязал здесь и скилла по макро перебегает как дома себя чувствует просто Сайлент ну и здесь а момент скорее всего рассыпается 105 тотем шейкер один койл от резолюшена развалили 20 на 11 22 минута по итогам файта тысячу заработали 538 потеряла команда гейм онлайн Империя готова заходить на хайграунд резолюшен здесь фриз небольшой чуть-чуть брейкданса от резолюшена остановили у нас Зероджи Зероджи разваливается Фессура да еще и Сайлент через Фист нормально наваливает Кевка поймал у нас резолюшена резолюшен пока что живет мекку провязал на ульту не хватает маны надо переключить переключить ПТ срочно выживает в итоге резолюшен два игрока команды гейм онлайн отправились в таверну лоис фона флай знает свое дело под грейвом под хилом резолюшен уходит на свой тауэр но может есть смысл пойти как-то перегруппироваться и зайти попозже но Алоха Дэнс и Йоку решили сами разбираться в ситуации большие уже ребята пока резолюшен на базе Йоку здесь стоит никуда пока не отправляется ну тут я на паузу конечно и на повтор нажал зря теперь постоянно будут какие-то адские пески ладно просто не будем туда смотреть у Сайлента Батл Фьюри имеется имеется 950 сверху курица ничего Сайленту не несет резолюшен уже по-моему собрал Скади да нет у резолюшена имеется 2 ультимейт орба и и все да один ультимейт орб в курице другой в самом резолюшене ну тут совсем немного все в принципе да полетела курица за поинт бустером и за орбом и резолюшена готовая Eye of Skadi что-то по-моему в доте сломалось что-то не так то ли счетчик золота подкручивается резолюшеном то ли я вообще не знаю это какие-то адские читы 23 минуты 16 тысяч золота у резолюшена на 23 минуте у него Манта Стайл у него Мека у него собранный Скади вот-вот прилетел ПТ Ринго Факвила да даже свиток портала есть черт его знает что откуда столько денег но мы видели тут парень вообще схватил весь бизнес на карте так у нас уже Firefly летает Кевка Кевка здесь наверняка она получает просто с двух ударов резолюшен под хвост Хамелеону запустил умирает у нас Кевка Кевка наверняка я жалею о своем решении по-моему в быстрых фразах вот такое было вот Кевка примерно так и думал Зероджи ловит у нас фиссуру никуда отсюда не улетает Форстафа у него нет Йоку даже с ним сражаться не собирается один подкоп песок Зероджи отправляется на базу 24-11 графики 15 плюс 15 плюс М4ЛМ продолжает фармить он в М4ЛМ тут руками ничего не сделает здесь реально нужен агоним надо как-то мать ну если можно он не слэш к магии отнести хотя понятное дело что физический урон но он просто не уязвим здесь М4ЛМ в этом артефакте и значит что несколько жизней как таковые имеются Йоку стоит у Йоку покерфейс он стоит не реагирует на Блэйд Фьюри в принципе что Блэйд Фьюри дамажит что Йоку дамажит он просто гоняет в соло Джаггернаута ждет когда тот проезжает Омни Слэш и чтобы уйти в Сэнд Сторм Джаггернаут в панике бежит отсюда прилетает на Сайлента Сайлент скорее всего умирает хотя здесь есть Римнант подхилили Сайлента через фисты заэвейдил Меку проезжали Сайлент жив Сайлент живи хэштег резолюшн начинает наваливать по моменту а момент жив но только за счет ульта у резолюшена с руки 230 2500 на руках здесь фиссурами всем чем можно заваливают команду гейм онлайн тут все что есть вообще использовали Йоку Сайлент Сторм кастует Йоку просто веселится мне кажется ему такое удовольствие дота доставляет что приятно за этим наблюдать куда она срывается Йоку врывается в Айс Пэс сразу же по миду зашли мид развалили какой-то казино но он стоп вообще Добрынин петь должен вместо трона ай так Сайлент у нас уже имеет Митрил Хаммер не знаю что это будет скорее всего Блэк Кинг Бар Йоку врывается Йоку здесь зацепили Фиссура от Алоха Дэнс туда же Эхо Слем от Алоха Дэнс пока что минус 2 прицепили Кевку Кевка отсюда старается уйти Сайлент через Флейм Вард никуда Кевку не отпускает и сюда один Фист и развал еще двоих наверное трипл килл от Сайлента М4ЛМ погибает трипл килл от Сайлента дайте ультра килл пацану дайте ну не дали не дали ультра килл это провал все Империя практически проиграла конечно конечно же это не серьезно империя выиграла 2-0 выиграла империя наказала команду GameOnline действительно преимущество очень серьезное было ну что по итогу мы понаблюдали интересную доту у нас тут и Пудж был и Йоку тут веселился да или я просто веселюсь от Йоку всего короче говоря понемногу игра была интересная динамичная ребята у нас очень скоро по моему через 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 сейчас скажу через сколько часов пока не расходимся перед тем как я буду заниматься рекламой всего что нам надо прорекламировать еще объявлю так сегодня у нас в 21 сет Voidboy играют против Complexity Voidboy те самые которые наказали команду EG которые за 60 минут не дали EG сделать толком ничего вот Voidboy против Complexity подписывайтесь и никуда не уходите касательно группы твича лайкнули мы у вас в новостях появимся зайдете послушаем послушайте конечно же ну и в группу тоже не забывайте заходить если у нас будет сегодня за 200 подписчиков это будет лучший день как пел Гриша Лепс все увидимся очень скоро трансляция не прекращается рекламку вы сейчас увидите касательно анонсированную рекламку понятно что никакой йогурт или какие-нибудь наушники мы здесь не рекламируем реклама следующей трансляции анонс все это есть в группе все это будет на отвече все увидимся через час у меня уже рот болит субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok